здравствуйте дорогие друзья наши уважаемые подписчики меня зовут дмитрий я являюсь инженером проектно-технического отдела компании строй гарантонапа наш отдел занимается разработкой технической проектно-технической документации и составлением ведомости расхода материалов на каждый непосредственно дом который мы строим поселках коттеджных или какие-то точные застройки в каких-то определенных станиц мне поставили задачу рассказать вам о каких-то технических особенностях наших домов чем они примечательны что в них мы можем использовать может быть те нюансы на которые вы еще не обращали внимание с чего хотелось бы начать первое я думаю это наша монолитная конструкция на которой стоит весь дом железобетонный монолитный фундамент который мы заглубляем землю на глубину порядка 70 сантиметров далее мы ставим туда цокольную часть фундамента которая стоит над землей ее высота конечно же варьируется в зависимости от перепада грунта но есть минимальная величина это примерно 40-50 сантиметров не менее далее у нас производится заливка монолитных колонн непосредственно формате 130 проекта это дальше у нас идет монолитное перекрытие колонны второго этажа и армопояс второго этажа наполнение дома это стены стены у нас могут выполняться из различных материалов такие как газобетон или керамзитоблок выбор в пользу того или иного материала зачастую ложится на нас то есть мы выбираем либо вы можете самостоятельно выбрать и принять решение строить из того или иного материала различий особо в них нет по плотности по нагрузкам которые не выдержат они в принципе идентичны следующий этап это кровля кровля в наших проектах это доска сечением 50 на 150 миллиметров утепление кровли в четыре слоя каждый слой толщина каждого слоя 50 миллиметров то есть этого мы получаем 200 миллиметров утепления далее у нас идет контр реки для того чтобы у нас была естественная вентиляция для того чтобы у нас весь конденсат который вдруг и даже если появится под металлочерепицей он мог у нас вентилироваться сейчас мы используем также второй тип кровли это гибкая черепица она на данный момент используется только на одном поселке мы это посмотрим как это все будет использоваться и возможно в дальнейшем будем что-то запускать на других поселках а теперь давайте переместимся жилой комплекс жемчужины где зайдем в дом площадью 130 квадратных метров и рассмотрим этот проект более подробно так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А вот мы и внутри 130-го проекта. Интересные особенности, возможно, вы на них еще не обращали внимания. Мы начинаем наш обзор, как всегда, с прихожей. В прихожей у нас есть плитка. И, естественно, там, где зона плитки, мы предусматриваем систему водяных теплых полов, которые запитаны от котла. В данном проекте это электрокотел, потом при желании, при возможности мы это переключаемся на газовый котел. Следующий момент – это, конечно же, двухклавишный выключатель. Одна клавиша включает и выключает свет на улице, вторая – в самом помещении. Также дополнительно мы здесь устраиваем радиатор, для того, чтобы при желании вы могли варьировать отопление как для теплого пола, так и от радиатора. Особенностью данного дома является, в принципе, наличие такой прихожей. Она более пяти квадратов. Здесь вполне комфортно, можно разместить хорошую гардеробную. Идем дальше. Это санузел первого этажа. Можем обратить внимание на несколько вещей. Первая вещь – это, конечно же, освещение. Четыре точечных светильника, на которые есть свой выключатель. И отдельно у нас еще есть выключатель на вытяжку. Я не знаю, слышно в видео или нет, но она здесь присутствует, она принудительная. Идем дальше. На первом этаже у нас предусмотрена одна спальня. Ее отличительной особенностью является наличие эркерной зоны. Также здесь у нас есть две розетки. Сюда мы планируем установить кровать. Здесь у нас будет стоять шкаф, возможно, купе, возможно, какой-то другой. Есть у нас розетка под кондиционер. И стоит блок розеток для установки ТВ-системы. Вот мы находимся в гостиной. Это 130-й проект. Напомню, интересные особенности этого проекта. Во-первых, это вот этот короб. Благодаря этому коробу мы можем затянуть все коммуникации для санузла второго этажа. Такие, как канализация, водоснабжение и отопление. Далее здесь мы видим блок розеток для подключения ТВ-системы. Далее мы видим розетку для подключения кондиционера. Внимательный зритель обратит внимание, что здесь нет окна, как в других стандартных проектах. Это связано с тем, что этот проект немножко нестандартный. Мы его подрабатывали под клиента и выполнили на террасе за этой стеной сауну. Соответственно, поставить окно здесь невозможно. Второй особенностью является то, что здесь у нас стоит многофикционная радиаторная батарея. Это связано с тем, что далее у нас сделано окно. Но оно не стандартное, а выполнено так называемой технологией в пол. То есть у нас есть витражное окно, где есть выход и окно. Соответственно, там радиатор поставить достаточно проблематично. Мы были вынуждены применить вот такое решение. Пройдемте на кухню. Места здесь предостаточно. Также здесь предусмотрена плитка. Также предусмотрены теплые полы. Зона кухни достаточно большая. В стандартном проекте мы предусматриваем расположить в этом месте холодильник. Здесь у нас идет зона готовки. Вот в этом месте мы предусматриваем расположить раковину. Так называемую мойку. Здесь у нас опущенные розетки вниз. Здесь мы подключаем к стандартному проекте электропечь. Это вывод для подключения вытяжки на кухню. Отверстия в стене для вытяжки мы не делаем. Потому что бывают моменты, когда клиент, уже зайдя в дом, проектируя кухонную или привезя с собой из другого региона кухню, он видит, что здесь это не вписывается и нужно переместить на 40-50 см влево или вправо. И тогда вы спокойно уже можете выполнить отверстие в том месте, где вам необходимо. Это наша лестница. В данном доме, в проекте 130-м, была предусмотрена стандартная лестница без изменений. Бывают моменты, когда клиенты просят немного пересмотреть либо уклон лестницы, либо ширину и размеры лестничного проема. Здесь мы решили остановиться на стандартном нашем решении. Что из интересного, это выключатель двухклавишный в гостиную и переключатель лестничного проема. Здесь мы можем свет включить, подняться, выключить, и это все связано. Еще интересной особенностью является сама конфигурация лестницы. Она поворотная, с забежными ступенями. В ней присутствует окно, которое находится на высоте 3 метра 18 сантиметров от уровня пола. Вот мы на втором этаже. Что у нас здесь есть? Вот тот самый переключатель, которым мы можем выключить свет, который мы включили, поднимаясь по лестнице. Здесь мы включаем-выключаем свет в самом коридоре. Мы находимся в спальне второго этажа. В одной из спален присутствует такой от вентиляционный короб. Этот короб имеет размеры порядка 25-30 сантиметров. Эта вентиляция позволяет нам приятно дышать, избавиться от возможного появления плесени, грибка и всего прочего. На первом этаже у нас предусмотрена механизированная стяжка толщиной 7 сантиметров. На втором этаже по монолитному перекрытию мы делаем выравнивание клеевым составом. Толщина от 1 до 5 миллиметров. И далее стелим в стандартном нашем решении ламинат 34 класса. Высота чистого первого этажа составляет 2 метра 85 сантиметров. Высота стены второго этажа составляет 1 метр 80 сантиметров. Это вполне комфортно для нахождения рядом со стеной. А вот и то самое окно, о котором мы говорили ранее. Оно большое, витражное. И в связи с этим нам пришлось сместить радиатор. Терраса не очень большая за счет того, что мы здесь еще разместили дополнительную сауну. Но важная особенность. Если мы предусматриваем в стандартном проекте дополнительную работу, такие как сауна, терраса увеличивается еще на полметра и становится глубиной не 3 метра, а 3,5 метра. Пройдемте сауну. Стандартное решение по сауне предусматривает в себе наличие окна, наличие освещения, наличие душевого поддона с трапом и бордюром. Это стандартная сауна. Что здесь у нас предусмотрено? Естественно, вагонка из липы. Вагонка из липы на потолке. Также у нас здесь предусмотрены полки для сауны, печь и отделка зоны печи плиткой. Если мы с вами предусматриваем наличие сауны и навеса на террасе, то мы неизбежно сталкиваемся с наличием металлической профильной трубы для того, чтобы она держала навес. Также нам необходимо сделать подшивку потолка террасы. Стандартное наше решение – это профнастил белого цвета. Также мы выводим освещение сразу на потолок. В поселке Жемчужина, который находится в Цибунобалке, мы предусматриваем наличие биосептика. Биосептик имеет размеры 2 метра длиной, метр шириной, метр высотой. Биосептик подключается к системе канализации из дома через траншею. Далее в самом биосептике находятся несколько камер. Там стоит принудительный насос, который дает возможность всем отходам всей этой жидкости переходить из камеры в камеру, которая в итоге дает нам техническую жидкость. Далее у нас есть возможность прокопать траншею, сделать отсыпку щебнем песком и уложить туда дренажную трубу, которая будет осуществлять дренаж всей этой жидкости по территории участка. При желании вы всегда можете в последнюю камеру установить насос, использовать эту техническую жидкость по своему назначению. Вот и подошел к концу обзор нашего проекта. 130 квадратных метров. Спасибо всем за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии, что вам нравится в этом проекте, что не нравится, что бы вы хотели улучшить, что хотели добавить. Всем спасибо и пока! Субтитры создавал DimaTorzok